Дорогие села Романовка с воскресенья остались без электроснабжения. В результате лесных пожаров сгорели опоры линии электропередач, что и привело к аварии. Электролиния обслуживает оборонэнерго, базирующаяся в городе Фокино. Достучаться до них было непросто, пока не подключились районные и краевые власти. Ситуация держится на контроле первым вице-губернатором Александром Костенко. После того, как авария будет устранена, есть надежда, что линии электропередач восстановят и передадут наконец на баланс муниципалитету. Андрей Иванович решит, примет решение. Все продукты мы выбросим на помойку. Получится опять вот этот моральный нехороший взрыв и так далее и тому подобное. Дети будут не помыты, ужины и обеды не сварены. Болезни. Болезни. И все, как вот это вот решить, непонятно. Почему нет чрезвычайной ситуации по нашей Романовке? Как в Москве там из-за какого-то трансформатора вышла из строя, там вся Москва поднялась и моментально все сделали. Сириал Романовка. Произошла трещичная ситуация, отключилась электроэнергия. Вот. Ну вы все прекрасно об этом знаете, что оборона «Энерго» наша, мы в прошлом году занимались им, писали и военному прокурору, обращались к депутату Государственной Думы Новикову. Вот. Все вроде бы знают об этой ситуации. Ну, получилось так, что вот сети старые, все старое, значит, сгорели столбы на ихней основной линии, переключились на резерв и там ЧП. Вот. Некуда больше было переключиться. Двое суток искали, значит, где это произошло. Сейчас, на сегодняшний день, в момент это место определено. Значит, подключился уже и край. Там надо согласование с железной дорогой, потому что как раз под железной дорогой это. Вот. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время это, как говорится, устранится уже, потому что хотя бы нашли где что. Ну, обещают они, вот я с ними разговаривал с обороной «Энерго», если все нормально сложится, ну, может быть, в течение трех-четырех часов обещают подключить. Но это тоже пока под вопросом, будем так говорить. Потому что они уже в течение этих двое суток нашли еще там несколько-четыре порыва, которые они устраняли, подсоединяли, она все вырубалась. Ну, будем надеяться, что этот последний. Ну, вот что еще можно сказать. Ну, надо, конечно, потерпеть еще. Я понимаю, что, как говорится, без света холодильники разморозились, продукты пропадают. Ну, ну, чрезвычайная ситуация, вот. Ну, сейчас мы отработали уже какую-то, как говорится, систему наработали. Да, мы хотя бы смогли вот за течение суток, значит, дать воду на многоэтажные дома. Правда, она подается с 7 утра до 9 и с 7 до 9 вечера. Ну, хотя бы так. Вот, сейчас почти практически отработали, значит, ситуацию по школе. И уже доставили нам генератор 10-киловаттный. Вот, все эти к нему, значит, там прибамбасы. Если даже вдруг что-то дальше и не будет, мы в состоянии завтра, значит, подключить школу. И уже образовательный процесс будет, ну, будем так говорить, идти в норме. Ну, вот, пока на сегодняшний момент все, что я могу, как говорится, рассказать.